Утрар 1, мы на месте. Тремя на заработал, вручили в эту сколу поезды. Изов принят, уезжаем. В прямом эфире программа «Эксен и вызов» о последних событиях к этому часу. Я Шакир Умаров, здравствуйте. Пенсионерку и новорожденного спасли в Шумкенте во время задымления. В полицию поступил вызов в возгорании многоэтажном доме в микрорайоне Верхнего Трар. На место происшествия первым прибыли патрульные. Оказалось, что огонь охватил квартиру на втором этаже. Очевидцы сообщили, что этажами выше живут пенсионерка с инвалидностью и новорожденные. Стражи поэтки, несмотря на пылающий огонь, бросились на помощь. С начала года в Шумкенте зарегистрированы 488 фактов интернет-мошенничества. Полицейские говорят, в последнее время увеличилось количество мошенников, которые распространяют объявления через интернет и предлагают легкую работу. Они предлагают быстро увеличить доходы, стать обладателем машины или квартиры, инвестируя в банки второго уровня и крупные компании. На данный момент раскрыты и направлены на суд 183 дела. Этот показатель увеличился на 7% по сравнению с прошлым годом. Общий ущерб, причиненный потерпевшим, составляет более 162 миллионов тенге. У каждого гражданина, пользующегося социальной сетью, высока вероятность попасть в ловушку мошенников. Интернет-мошенники каждый день изобретают новый способ заработка, открывают банковские карты второго уровня и предлагают их арендовать или купить. Звонят, представляясь сотрудниками органов или банков. Полицейские говорят, банки и сотрудники правоохранительных органов никогда не запрашивают личные данные. Полицейские задержали рецидивиста с наркотиками в особо крупном размере. На одной из улиц села Аксукен Сайрамского района полицейские остановили автомобиль в Тойоте Камри. При обыске у подозреваемого оперативники взяли полиэтиленовый пакет, содержимый растительного происхождения. Согласно заключению, наркотическое средство оказалось марихуаной, общим весом более 1 килограмма. Выяснилось, что подозреваемый отбывает условное наказание и, несмотря на это, повторно совершил преступление. По данному факту, следствием проводится досудебное расследование по статье «Незаконное обращение с наркотическими средствами, психотропными веществами и их аналогами без цели сбыта». Мужчина арестован. Выясняется, причастность подозреваемого к другим аналогичным преступлениям. На сегодня это все. Стать соавтором самой рейтинговой программы «Экстренный вызов» может каждый. Вы очевидц громкого происшествия, скандального или криминального инцидента. Вы столкнулись с произволом или равнодушием полицейских. Вы увидели что-то неожиданное и резонансное. Вам есть что рассказать и чем поделиться. Пишите, отправляйте фото и видео на WhatsApp-номер редакции. Плюс семь семь семьсот один семьсот тридцать пятьдесят семь пятьдесят три. «Экстренный вызов» обязательно поможет. Мы на связи, 24 часа. Утро от первого. Мы на месте. Тринанс за руководом, включили эту сколу поясни. Вызов принят. Выезжаем. Тринанс за руководством. Тринанс за руководством. Тринанс за руководством. Продолжение следует...